Недавно мне повезло взять интервью у французского футуриста Жанна Христово Бони. Мы общались на тему искусственного интеллекта и проблем, которые с ним связаны. Именно поэтому я решил сделать ролик, где мы подробно разобрали бы, почему мы боимся искусственного интеллекта и что делать, чтобы наши опасения не сбылись. Меня зовут Артур Шарифов, вы на канале Дай 5, и это восьмой выпуск второго сезона передачи «Вне нашего мира». Некоторое время назад у меня на канале уже выходил ролик об искусственном интеллекте. Если вам интересно, то переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Самое распространенное в обществе мнение касательно искусственного интеллекта заключается в том, что нас обязательно поработят, и получится такой вот скайнет. Робот София поделилась планами порабощения человечества. И такие опасения действительно есть и в науке. Сегодня мы разберем три важных фактора, пугающие тех ученых, которые занимаются искусственным интеллектом. Первый. Непредсказуемость. Искусственный интеллект гораздо более заморочен, чем вам может показаться. Система настолько сложная и комплексная, что на сто процентов спрогнозировать, во что именно создание роботов обернется, невозможно. Из истории можно вспомнить огромное количество моментов, когда такие вот сбои в сложной системе приводили к катастрофе. Например, корабль «Титаник» или «Чернобыльская атомная электростанция». В обоих случаях инженеры были уверены, что понимают, как работает вся эта система. В обоих случаях происходили незначительные сбои, на которые поначалу даже не обращали внимания. И в обоих случаях все это обернулось катастрофой. Это говорит о том, что даже будучи уверенным в том, что мы точно знаем, как функционирует конкретный робот, мы все равно должны следить за каждым мелким сбоем и фиксить его моментально. Помните мой ролик про эффект бабочки? Одно незначительное изменение в начальных условиях, в начальных настройках, может привести к огромным изменениям в будущем. И тогда будет уже поздно что-то менять. Любой малейший баг нужно фиксировать сразу же, на корню. Это факт. Мы действительно сильно рискуем. Для избежания такого рода проблем используют подход нейроэволюции. Я уже говорил об этом в ролике на своем канале. Тестировать искусственный интеллект в реальных условиях – это не самая лучшая идея. Ну, подумайте сами. Если вы собираете пистолет, вы же не пойдете сразу тестировать его на реальных людях. Не будете проверять, убьет он их или нет. Ну, тут то же самое. Тестировать искусственный интеллект правильнее будет внутри компьютерной симуляции. Ну, и как бы если он там всех поработит, вот это будет повод задуматься. А если это произойдет в реальности, то обратно откатиться уже не получится. А далее нужно тестировать их на выполнение уже конкретных задач. Те, кто успешнее остальных справляются с задачами, отбираются для нового поколения. Далее уже на их базе это поколение создается и совершенствуется. Второе. Хладнокровие. Скорее всего, такие этические и моральные особенности человека, как альтруизм, доброта – это следствие эволюции. Просто так вложить их в голову, как идею, будет проблематично. Именно поэтому уже на этапе создания новых поколений мы должны постепенно приучать роботов к доброте и эмпатии, чтобы убедиться, что мы создаем воспитанных помощников. Ну, а безжалостных убийств, к сожалению, хватает и среди людей. Номер три. Они нас заменят. Мы больше не передвигаемся на лошадях, ведь есть автомобили. Мы больше не читаем газеты и редко смотрим ТВ. Ну, правильно, у нас же есть интернет. Солдаты больше не сражаются на мечах, ведь огнестрельное оружие куда эффективнее. Старым вещам на замену приходят новые, более эффективные и продвинутые. Почему вы думаете, что мы с вами станем исключением? Лично у меня здесь напрашивается только один метод решения этой проблемы. Те технологии, которые мы используем для искусственного интеллекта, нужно использовать для себя. Нужно пытаться делать и себя лучше, чтобы мы не отставали от роботов и они постепенно нас не заменили. Улучшать свои части тела, свои рецепторы, свое зрение, да даже свой мозг, используя современные технологии. Только так можно не отстать, остаться на плаву и остаться, блин, полноценными членами общества. Вывод такой. Роботы потенциально действительно могут нас захватить, могут нас поработить и могут даже уничтожить. Но если мы будем предпринимать правильные шаги на пути его создания, а его создание просто неизбежно, то у нас есть шансы не просто остаться на плаву, но и стать лучше самим. К сожалению, не все согласны с идеей, что нужно кибернетизировать себя. Я хочу узнать ваше мнение в комментариях. Пишите, пообщаемся с вами на этот счет. Ну и еще раз напоминаю, что в описании есть ссылка на мой канал. Если вам интересно смотреть ролики о науке, технологиях и о космосе, то переходите по ссылочке в описании, посмотрите и если вам понравится, то обязательно подписывайтесь. Если вам понравилось это видео, то отметьте это, поставьте большой палец вверх, чтобы мы поняли, что видео вам понравилось. Ну и конечно подписывайтесь на канал Дай5, чтобы не пропустить следующее видео. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok